Толяныч, приветствую тебя. Здравствуйте. Ты как никогда стабилен. Только я думаю, что опять мне придется проводить эфир один, и ты тут появляешься. Спасибо тебе, что вовремя. Слушай, я не знаю, как начать даже обсуждение. Может, ты мне поможешь? По твоему мнению, вот этот поединок Джейк Полный Диас. И он официально является профессиональным боксерским боем. И Морс говорит, да, то есть есть организации, которые санкционировали этот бой. У Нейта есть лицензия, у Джейка Пола есть лицензия. Но при всем при этом, считаешь ли ты, что это боксерский поединок, и это вообще бокс? Не, ну, я сейчас скажу так. Если по правилам бокса, то как бы это ни было, все равно это назвать нужно боксом. Кто бы ни махал руками, двумя крючками, все равно это бокс. Просто бокс разных уровней. Джейк Пол продолжает, продолжает боксировать с бывшими ММАшниками, с бывшими каратистами, там, со старыми боксерами. По своей линии идет. Я не знаю, зачем нужен этот бой Диасу. Может, большую сумму предложили. Потому что Диас сам в ММА уже давно не выступает. И вроде как бы так он на покой пошел. Вроде как бы нигде не замечен так в мире единоборств. И вдруг сейчас этот бой, видимо, хорошую сумму, потому что у него есть своя. У них два брата Диаса. У них своя есть фанатическая база. Видимо, есть спрос. Есть предложения, есть спрос. И поэтому этот бой будет. Ну, назвать это как бы какой-то такой боксерский матч можно только потому, что по правилам бокса. Я лично не люблю эти вот такие вот матчи, потому что это цирковое. Это что осталось вот раньше от цирков. Раньше вот цирка разного там. Те ложевесы, которые шарики брали, там, кидали, там, акробат. Вот это вот что-то из этого вот. Есть люди, которые тратят на это деньги. Ходят, смотрят, покупают трансляции, кому нравится. И даже очень многим людям нравится. А я лично лучше за классику. Мне больше нравится за классика. Смотреть на тех, кто посвящает свою жизнь боксу. А так, я лично, если так посмотреть, этот бой бы посмотрел, но не с большим таким удовольствием. Так, когда бы не было бы другое, что смотреть. Как бы так. Слушай, я сегодня тоже там много работы, но были моменты, когда просто можно было сесть, выдохнуть и выпить чашку кофе. Я посмотрел внимательно вот весь файт-карт этого вечера бокса и понял, как определили место вот Джейка Пола и Нейта Диаса. То есть, главный поединок это Аманда Сырана против Хэтти Харди. За там пять титулов чемпионок мира в полулегком весе Шадасия Грин против Оливии Кэрри. И вот Джейк Пол против Нейта Диаса. То есть, знаешь, есть там каждой твари по паре, да, а здесь, в общем, каждой паре по бабе получается такое вот. И я вспомнил себе анекдот, когда два еврея переходят границу, решают перейти границу. И один говорит, Тёма, давай пойдем в обход, там меньше пограничников. Говорит, да давай пойдем прямо. Все пограничники думают, что все пойдут в обход и стоят там, а мы пойдем прямо. Ну, он говорит, я пойду в обход. Говорит, а я пойду прямо. Ну, его задерживают. Он говорит, как зовут там? Мойша, говорит, фамилия Рабинович, Пол, женский. А почему женский? Да потому что Мандаж, что он не пошел в обход. Вот, так и здесь. Мне кажется, что как это поединок была равна, боксировали два Мандажа. Потому что Джейк Пол, я его очень как бы хвалил, просто сам понимая вот эту историю, да, когда ты приходишь в бокс с нуля абсолютно и начинаешь боксировать. И боксируешь, ну, не так, как мы там где-то в подвалах, в белых воротничках там, либо на каких-то, в общем, за копейки, на каких-то ивентах непонятных. А все-таки, в общем, трансляция, Дозон, вот тебе огромная арена, промоушены, деньги платят неплохие. Я его как бы относился к нему уважительно. Я говорил, что он прогрессировал, потому что благодаря команде, благодаря профессиональным тренерам, благодаря трудолюбию, вот, он добивается успехов. Но как только вышел этот несчастный Томми Фьюри, который сам боялся Пола, а когда, в общем, понял, что бояться, собственно говоря, ну, и не стоит, не перестал его бояться. Просто, скажем так, заменил боязнь на чрезмерную осторожность. И даже такого Томми Фьюри Джейк Пол не мог даже не только победить, перебоксировать, то есть показать какой-то вменяемый класс. То есть это вот юношеский первый разряд, даже третий разряд, вот, против там какого-то там кандидата в мастера спорта. Поэтому интерес к Джейку Полу абсолютно исчез. И он, мне кажется, прекрасно понял, что, в общем, с боксерами не стоит связываться, поскольку, в общем, получаешь по попе и по морде. А нужно продолжать вот это вот, то есть зарабатывать деньги к спорту. Это уже, к спорту там высших достижений, как все время говорили, это уже не имеет никакого отношения. Это просто зарабатывание бабла. Вот как в цирке медведь против кенгуру, так вот Джейк Пол против ММАшникова. Ну и да, и формально это бокс. Формально все правила бокса, трусы, капа, перчатки, тейп. Но к боксу это имеет чисто такое визуальное отношение, но не реальное. Вот, это что касательно единственного поединка, который, в общем, ну, не знаю, стоит посмотреть, не стоит посмотреть. Я, скорее всего, просто посмотрю его в записи. Ну, нет желания вставать там в 4 часа утра, чтобы, в общем, ждать этого боя. Поэтому, знаете, есть еще один анекдот, Толянович, когда еврей приходит к Рокфеллеру и говорит, типа, вы меня не приглашаете на работу, поэтому, блядь, обходитесь без меня. Идите нахрен, обходитесь без меня. Так что, точно так же, вы меня не можете заинтересовать, так что идите нахрен. К нам поступило несколько вопросов, которые стоит обсудить, поскольку это вопросы подписчиков нашего канала. И у них есть мнение, и вот, допустим, Гремлин Киллер пишет, есть феномен на Ое и Ное и все остальные боксеры, причем с большим отрывом. Это как Рональдо Зубастик в футболе. Мне очень сложно понять. Я помню, что был такой Зубастик, Рональдо. Там просто Рональдо, Рональд Бинга. Это все какие-то... Ну, Рональдо, по-моему, этот Зубастик, он какой-то был очень быстрый. Он вспыхнул и поиграл, и пропал. Рональдо еще не играет? Постоянно Рональдо? Нет, нет, нет. Есть Рональдо, а это Рональдо Зубастик. У меня зовут такие кроличные. А, этот, который потом стал таким толстым. Все, что я помню. Это в 90-м таком-то году играл, да. Ну, мне кажется, что сравнение с Рональдо вот этим Зубастиком на Ое и Ное, оно не совсем корректное, потому что на Ое и Ное показывает стабильные результаты. И он, скажем так, только начал расцветать, мне кажется. На Ое и Ное феномен. А можно ли назвать на Ое и Ное феноменом вовсе? Да, конечно. Да, можно назвать. А если говорить о еще феноменах, то это Терренс Кроуфорд. Терренс Кроуфорд. На сегодняшний день. Это Терренс Кроуфорд. Это на Ое и Ное. А кто еще? Эти двое, они не помню феномен. Ну, кто еще? Ну, я не знаю. Усик феномен? Усик феномен? Тайсон Фьюри феномен? Усик нет. Усик не феномен. Усик у Бетербиев нет, тоже не феномен. А что нужно быть? А по Тайсон Фьюри феномен? Вот Тайсон Фьюри, если выиграет Усика, будет феноменом. А так нет. Чтобы быть феноменом, нужно быть стабильным, как вы сказали. А он не стабильный. То он уже будет сынгану боксировать. Это что, стабильность? Это как бросить красивую жену пойти с уродливой проституткой. Вот так и Тайсон Фьюри сделал. Ну, слушай, все познается в сравнении, потому что красивая жена приедается, а так ты пошел к безобразной проститутке и понял, что очень красивая. А вдруг безобразная проститутка делает все эти дела куда лучше, чем его красивая жена. И все. И распалась семья. Нет, потому что если бы Тайсон Фьюри боксировал бы чаще, и было бы, вот сейчас бы он выиграл, был бы, допустим, Усика, там дрался бы с тем, с Джошуа, там вот с ними был. Постоянно бы с тем, блядь, вот бои, то да. Если бы он их выиграл, уверенно, то да. А так что, я уже забыл, как он боксирует, если честно. Вот Тайсон Фьюри, Тайсон Фьюри, я еще помню его, мне он кажется динозавром, вот он еще помню, когда он боксировал с Кричко, и еще он сейчас еще есть, сейчас он актуальный еще. Но вспомнить, где, когда и что он будет боксировать, или боксировать в последний раз, я не могу вспомнить. Это было уже давно, и как бы он держит этот пояс, а его не видно, не слышно. Вот сейчас Сенгану, там не знаю с кем. Ну, нет. Олег Харченко. По этой причине. Да, 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 заканчиваем. Все, закончу. Я говорю, по этой причине он нефинонит. А Батерби почему нефинонит? Батербиев нефинонит, потому что в его весе просто так попадается, что он же не покорил две-три весовые категории. Он в одном весе стабильный. Да, он чемпионского уровня боксер. Но он нефинонит. Ясно. Олег Харченко пишет. Самый крутой шаг для Терренса – это бой против Чарло. Кроу его уничтожит. Ни минуты не сомневался его победе над Спенсом. Вопрос. Жермал или Жермел? Средний вес, либо все-таки первый средний вес? А давай посмотрим. 69, наверное, он думает. 69, другого нет, потому что он не поднимется за 72. 69, я думаю, следующая витовая. Ну, сможет он побить Чарло, по твоему мнению? Чарло, который 69, этот абсолют, он нестабилен. Вот я помню, когда он боксировал с этим, два боя было. Первый боя считают, что он проиграл, второй он уверенно выиграл. Аргентинский, как его, этот, ой. Мы обсуждаем эти бои, чемпионы. Я сейчас точно не вспомню, просто работа, голова просто деревянная. Но мы понимаем, о чем говорим. Да, в первом бою было трудно ему, да, это самое. Кастаню. Кастаню. В Брайаном Кастаню, да. Да, Кастаню. Он мне обретелся на языке, как чуть-чуть не сказал Костя. Кастаню. И вот Кастаню в первом бою, как он провел его плотно и хорошо. А во втором, как Чарло его разобрал. То есть, мне кажется, Чарло, он-то боксер настроения. И подготовка будет в антропометрии, так Транскрофа не очень-то уступает. Просто посмотрите, если будет у него та же скорость, если он наберет немного массы. А удар у него очень сильный. У него есть шансы стать чемпионером в третьей в своей категории. Просто, чтобы Чарло захотел боксировать. Сейчас, тем более, если он будет боксировать, если это правда, если это будет этот бой, то я знаю, что уже готовится к этому бою с Альваресом, то будем смотреть. Если, допустим, он проведет этот бой хорошо с Альваресом, то тогда будут вопросы. А если Альварес его разорвет, то вопросов уже нет, что Крофорд выиграет. Вот по этому бою мы будем смотреть. Мне кажется, посмотрим по этому бою, мы покажем. Но все-таки он крупный, крупный, крупный. Они оба же крупные. Там они не под 80 килограмм. Здесь 80 килограмм они едут. Так что будет интересно. Ярослав у нас появился. Приветствую. Приветствую, дорогой. Привет. Игорь, а тебя не было. И хотелось бы послушать твое мнение о боксере, который тебе нравится, либо любимом боксере. Так что, если это возможно, тогда ждем твоего рассказа. Мой любимый боксер – это Андре Уорд. Сын Бога. Его еще называют сыном судьи. Один товарищ его назвал, вы думаете, знаете его. Андре Уорд не нравится во многом тем, что он не обладает талантом, прозвище которого он сам назвал. То есть Бог ему как раз таланты видал. Андрей Уорд не обладал сверхскоростью, наверное, не обладал сверхгабаритами, не обладал сверхударом, не обладал сверхвыносливостью. Все, что он сделал, он все сделал самостоятельно, благодаря своему терпению, своему трудолюбию, своему такому очень стальному характеру, как по мне. И я в последнее время начал анализировать, что есть сочетание тренера-боксера. И оно очень успешное, как правило. То есть только уникумы добираются до вершин, не имея наставника. У Андреа Уорда таким был наставником Вирджил Хантер. Я не помню, по-моему, он был его крестным отцом, если мне не изменяет память. Он родился не совсем в благополучной семье, по-моему, у него отец и мать были связаны с наркотиками. Но если мать отошла раньше, то отец все скрывал это детально от сына, но тем не менее попался. Ну как, он увидел все это. И, кстати, у Стангрида есть такое последнее классное интервью, в котором он анализирует бой Вика Дорчиняна с Нанитой Данейром. И я не знал о том, что Данейр во многом обязан своей карьере Андреа Уорду. Вы не слышали этого? Да, я знаю. Да, то есть для меня это было, то есть, такая, как бы, ну, прям приятный сюрприз, потому что я Андреа Уорда очень уважаю. И, наверное, как человек он тоже очень хороший. Андреа Уорда бился всего в боксе. Он стал олимпийским чемпионом, он стал лучшим в 76 килограмм, выиграл суперсерию, вышел на самого, ну, в то время, наверное, сильного полутяжеловеса и побил его два раза и закончил карьеру. Умение его, наверное, несравнимо с Кроуфордом, но близко. Андреа Уорда умел работать в разных стойках. Если у него не получалось тактически переигрывать своего соперника, он мог с ним побороться. Андреа Уорда прекрасно умел рушить планы соперника. При том, что сам был классным тактиком. У него был прекрасный джеб, помимо того, что он был острый, быстрый, он еще этот джеб, в смысле, переднюю руку использовал для защитных функций. Он, когда уходил от каната, когда его прижимали к канатам, он выставлял левую руку и двигался по контуру, в левую и в правую сторону. То есть, не давая сопернику, соперник, когда подходил к нему, он просто натыкался на руку, которую Андреа Уорда выставлял. Хорошо. Прекрасно комбинационен. Всегда был готов на 100%. Хорошо понимал, что нужно делать в ринге. Брал всем тем, чем можно. Дрался с боксерами выше габаритами, которые сильнее его, и ко всем находил ключи. Поэтому в человеческих качествах, в качествах боксера, в достижениях его, и вовремя уйти, вот это не только анализ боксерской обстановки, 12-раундовый, а анализ всей карьеры. Он понял, что, ну, наверное, есть его время, ему больше нечего было доказывать. Там, единственное, он не стал абсолютом, наверное. Ну, а Донис Астина в тот момент было очень сложно поймать, если вы помните. Потому что он так очень скользко проводил поединки, его, ну, сложно было. Ковалев за ним гнался-гнался, как его гвоздик цепил, ну, благо получилось. Поэтому Андреа Уорд, он говорил, что мог бы вернуться для карьеры с Саулем Альваресом, и фактически там в какой-то момент бой был близко. Ну, там, к подписанию о нем не оглашали, но какое-то соглашение там мелькало. Но все-таки не вернулся, плохо или хорошо. Единственное, наверное, из текущих полутяжеловесов, я бы хотел увидеть бой бы с Артуром Бетербиевым. Вот, как по мне, это единственный, кто мог сейчас составить ему конкуренцию в таком стилическом плане. А так, Андреа Уорд, прекрасная, ну, снова повторяюсь, прекрасная карьера, прекрасный человек, все идеально, вовремя вышел, вошел, вовремя вышел, и достижения его, наверное, будут помнить. Для меня Уорд, это был мастер нанесения ударов, отхода на полшага, на шаг назад, определение новых целей и снова атака. То есть он в этом был очень мастеровит. Хорошо, спасибо тебе большое. Нейт Кэмбелл, ой, Нейт Кэмбелл, Нейт Диас, Джейк Пол. Я только задавал этот вопрос, ну, по правилам бокса, боксерский поединок. Да. Ну, назовешь ли ты это противостояние боксерским поединкам, а если не назовешь, то какую, ну, как ты его назовешь, какую характеристику ты назовешь? Это единственное, почему этот бой можно обсуждать, потому что нету поединков, и потому что по правилам боксерского поединка сделан этот бой. Да, ну, я не знаю, ну, до такой степени, ну, эти товарищи, которые дерутся, так себя уже обескуражили. Ну, во-первых, как по мне, Джейк Пол немножко, ну, очень сомнительные там нокауты Вудли, который падал там, провалив там шесть канатов до первого этажа, вот, и герой мемов. Вот, и, опять же, и такое безубедительное выступление там с Томми Фьюри, он просто там выдохся или что. Так и на ИДС, это уже такой человек, который уже не знает, где заработать деньги. То есть бросает вызов всем, кому попади, вот в UFC уже его списали, так как все-таки там нужно иметь конкурентную базу, а беда в том, что бокс привитил такого чувака, ну, как бы, дали ему выступать. Я не знаю, как бы, что может спасти здесь Нейта Диаса, хотя у Нейта Диаса хорошая крепкая голова. Вот, это я его выделяю. Навыки боксерские, я помню его бои в прошлом, у него очень хорошая функционалка, а в конце карьеры у него были удары подщечины. Вот. Но там легче наносить подщечину, так как там перчатка разъебается. В боксе это сложнее, разогнуть перчатку. Бить открытые перчатки нельзя. Да, бить открытые перчатки нельзя, и, конечно же, здесь делает фаворитом в этом поединке Логан-Пол. Вот, поэтому я думаю, что Логан-Пол, ну, как бы, он, наверное, крупнее его. И все-таки... Логан и Джек-Пол. Джек, мне кажется, не Логан. Джек-Пол. Ну, пусть будет. Мы с Логаном пришли к мнению, что главные, ну, три ивента, три поединка этого ивента, это два боя женщин и Джек-Пол и Нейт Диас. То есть, что приравнивается к трем поединкам? То есть, Пол и Диас приравниваются к женщинам, к женскому боксу. Понимаете, дело в том, что до какой степени были крутые поединки прошлых выходных, и вообще, 23-й год нам подарил просто сумасшедший мегафайт, и все сошлись. Дэвис Гарсия, Нао Иное Футон, Теренс Кроуфорд против Эрла Спенса. Ну, все, кто можно, в принципе. А Коля свой пояс потерял, ну, как бы, не супербой, но, тем не менее, результат прикольный. Дюб, этот самый, Джойс, потерял ренеме своей бороды крепкой. Фундора. И тут такое событие после таких всех мегафайтов, таких всех громких побед, разочарований. Оба на, знаете, типа, вишенка на торте, Джек Полт, либо Логан Полт, плевать на самом деле. И на ИТС, ну, ребята, ну, нельзя ниже, просто, мне кажется, события прошлых выходных нужно было чем-то хоть поделиться, я думаю, ну, хотя бы на НИТА ДНРом, ну, в эту неделю включить, потому что, ну, просто безобразное. Ну, кроме как ложиться спать, хорошо отдохнуть, я не знаю, что можно выделить. Наверное, люди еще смотрят Рокорда и Наои, еще эту неделю будут смотреть записи. Ну, да, можно пересмотреть, да, я же говорю, потому что там, я думаю, не заспечуя. Я говорю, Михаил Михайлович Жванецкий, мы упали так низко, что нам остается принимать только сверхупадающие. Ну, вот это вот, да. Слушай, попросили нас обсудить, наши подписчики, вот эту вот тему, которая сейчас сильно новостная, это то, что Дэвин Хейни объявлен чемпионом по версии WBC, чемпионом в отпуске, поднимается в 63,5 для боя с Регисом Прогрэм, а за вакантный титул якобы будут бороться Василий Ломаченко и Шакур Стивенсов. Давай, в общем, пройдемся по Василию Ломаченко. Как ты думаешь, он примет этот акт самоубийства? То есть, вот в Японии акт, ритуальный акт самоубийства называют, господи, да, он называется Сипуко, а вот привычное нам скрывание живота, Харакири, да, вот это финальная часть просто. То есть, он примет вот эту вот Сипуко в поединке против Шакура Стивенсона, потому что, мне кажется, у Васи шансов, ну, просто нет. Толянович, дело в том, что... Давай, Ярохвал, потом Толянович. Дело в том, что, мне кажется, варианта у него немного, у Ломаченко. И вопрос сейчас стоит один, чего он хочет, вот как по мне. Снова хочет стать абсолютом. Я не сомневаюсь, что Шакуру Стивенсон проиграет. Потому что стили делают бой, а, ну, как по мне, для Шакура Стивенса такой Ломаченко... Ну, Шакур еще искусней, еще мастеровитей, чем, как по мне, чем Девин Хейни. Побить его не сможет Ломаченко, однозначно. Может крепко опозориться. Я думаю, может быть, очень может быть. Навязать такой бой, Шакур побыстрее будет Хейни. И на отходах он хорошо ловит. То есть, он хорош в защите. И когда Вася будет просто переть, он будет отходить. Я думаю, у Васи было бы больше шансов Жервонте Девисом. Но я боюсь, он контракт не подпишет. И Девису, наверное, он пока не нужен. Хотя в этом поединке я... Ну, я не говорю, что Вася фаворит. Но шансов у него было бы больше, чем Шакуром Стивенсоном. Потому что Вася держит. Надо признать, какой он бы ни был, Вася держит. И, в принципе, на Жервонте Девиса свой стиль там наложить можно. То есть, как-нибудь... Ну, не как-нибудь, а технически переигрывать там... Ну, есть шансы. То есть, Жервонте Девис опасен. Основной, конечно, у него техника прекрасная. Но у него все-таки сногсшибательный удар. Вася держит. А Шакуром Стивенсоном тут просто переигрывание в классе. И в скорости. И в постоянных атаках. Шакур Стивенсоном сейчас... Ну, в топ-топ проспектов. Я же говорю. Ну, уже не в проспект, наверное. Потому что это уже полноценный такой топ. Наверное, в десятке. Ну, можно его в десятку поставить. Так и Фолтон вылетел оттуда. Поэтому я думаю, что Шакур Стивенсон там 10-9 место твердо может забирать. И Спенс откинулся назад немного. На позиции 2-3. Поэтому, да. А если будет предложение... Дело в том, что самая беда, знаете, у Васи шансов-то других нету. Если не примет бой, будет ритиковать. Примет, опозорится. Плохая в ситуации. Крайне плохая. Телян, еще ты скажешь? Бой был бы интересен. Где-то, не знаю, если Шакур был в тех конецах, которые сейчас. И Вася в тех, которые был 3-4 года хотя бы назад. Был бы интересен. Но сейчас Шакур молодой, скоростной. Он опаснее, как я согласен с Ярославом, чем Хэнни. Потому что Хэнни все-таки скуден. Он ждет. Он... Такое впечатление, что он делает не больше, чем надо. А Шакур нет. Шакур идет вперед. У него очень хороший подход. Очень хорошо срывает дистанцию. Очень хорошо уходит. Руки длиннее. Может держать на дистанции того же Ломаченко. Переигрывать его может на ногах. Потому что все-таки, мне кажется, Шакур быстрее. Для меня Шакур раньше не нравился. А вот сейчас, после два боя, когда были у него, то я думаю, что он, может быть, станет таким же феноменом, как и Крофорд и Наои. Если все пойдет в хорошее русло. Но для Шакура это имя. Я бы на место него согласился бы подраться с Васей. А для Васи это такой путь не короткий, но очень трудный. Чтобы ему нужно выиграть Шакура. Потом нужно стать чемпионом. Потом, если Хэйни захочет, назад в этой категории подраться с ним, чтобы стать абсолютом. Но это немного, знаете, из области такого фантастики такой. Потому что я не думаю, что Хэйни, если у него другой вес, он вернется все-таки. А Васи, если станет чемпионом WBC, побет Шакура, это будет, наверное, абсцент. Но я ему больше 35% на победу не дам. Все-таки я не буду списывать Васю полностью, что без шансов. Конечно, шансы есть. Но мне кажется, что Шакур сейчас только прогрессирует. И здесь может быть одно, что Шакур либо просто деклассирует Васю, я позорит. А для Васи это не надо, как последний. Для Шакура этот бой более важен, чем для Васи, если честно. Для Шакуры скальб, как Василий Ломаченко, это хороший скальб. А для Васи может оказаться такое позорище на закате карьеры, что в одну калитку просто разыграя, как на Ое Фултона. Вот что-то в этом роде. Представьте себе, что будет. Это будет просто напоследок так опозориться. Как говорил мой дед, можно же так жидко обосраться. Так и здесь. Да, Ломаченко истрачен. Действительно, истрачен, это надо признать. И если Хэйни ему давал паузы, то Шакур не будет давать паузы. Вот самое, что парадоксальное. А для Васи сейчас паузы крайне нужны. Потому что он в этих паузах набирает кислорода, а дальше может таковать. А Шакур, видя и зная, прекрасно общаясь с Абкроудом, таким стратегом. Правильная компания. Он, конечно же, даст ему правильный совет и скажет, не давай просто паузу, чуваку. И как только будет отходить на дистанции, лупи по пузу максимально точно и дави его. И я думаю, Вася, если тут он к 11-му аккумулировал серы для спорта, то здесь, я думаю, Шакур может почувствовать, что можно и прибить. Ну, как бы, хорошо, что Вася держит. И, в принципе, наверное, скорее всего, дистанция будет полная. Но, блин, для Шакура было бы прикольно закончить Ломаченко табуреткой как раз. Ну, или каким-то таким. Шакур может почувствовать, так как он молод, и он понимает, что нужно делать время. Ребят, я хочу сказать, что Вася настолько туп. Но эта тупость, это не... Судя по тому, что он творит в интернете, то он или идиот, либо это идиотизм, как бы, кретинический. То есть, это клинический случай, когда чувак просто не понимает мира вокруг. Мне кажется, что Вася легко согласится на бой с Шакуром. Почему? Они спарринговались много. Очень много спарринговали. Вася, типа, сказал, да я же его знаю. Вот Вася до сих пор уверен в том, что он, мать, не проиграл ни одного поединка. Вот, и вот эта вот клиника, вот, кретинический синдром заставит Василия подписать контракт. Вася же говорил, что меня не интересуют деньги, меня интересует наследие. Непонятно, какое наследие и что это за наследие. Вот, но Васю это очень интересует. Поэтому Вася подпишет контракт с Шакуром. Ну, да, правильно ты говоришь, Ярослав. А выбор-то какой? С Жервонтой Дэвисом, ну, я уважаю твое мнение, но я просто, ну, хоть ты режь меня, хоть ты бей. Я не вижу, с чем Вася может Жервонту взять. Ну, вот просто не вижу. Вася потерял свои главные навыки. Это, точнее, навыки он не потерял, он потерял скорость. И Вася, да, держит удары, но еще же не прилетало. Вот так вот, как прилетала Роланда Ромера, глянь, либо, глянь, Гарсии. Ну, просто не прилетало. Вопрос, вопрос... Ну, по нему и тебе попасть, дядюр. Допустим, по Ромера и по Гарсии, согласитесь, ну, как бы они и поставились там крепко. Ломаченко, ни Гарсия, ни Ромера. Слушай, Вася, уже ты посмотри, что во многих моментах у него теряется чувство перспективы. То есть, это он неверно оценивает дистанцию. Вот, просто Хейни, у Хейни не была мега задача нокаутировать. У Хейни была задача выиграть. Но если бы Хейни зарубился, ну, гипотетически Вася мог бы пропустить. Впрочем, таких есть. Вот, поэтому... И давайте не забывать, что если Джерман Тадеевс – это премьер боксинг, то Шакур Стивенсен – это Бобу Арум. А Бобу Аруму сейчас нужна молодая кровь с огромной фан-базой, чтобы покупать Purple View, покупать мерч и, в общем, приносить в казну дедушки Арума доллар за доллар, цент за центом, даймонд за даймонд. Вот, поэтому Вася, будучи уверенным в том, что он до сих пор остается, в общем, чемпионом мира и не проигравшим ни одного боя, и, конечно же, подпишет контракт с Шакуром Стивенсеном. То, что там Вася выиграет, ну, о чем мы говорим? Шакур Стивенсен уже показал, что это действительно, это очень, ну, это думающий боец. И опять же, ну, мне кажется, что Кроуфорд, если бы Шакур Стивенсен не имел бы потенциала, вот, или был каким-то тупым, либо там его стиль боксирования не импонировал Терренсу Кроуфорду, даже несмотря на то, что они кузен. Вот. Он бы с ним просто не таскался. А так, смотри, только Шакур проводит поединок, Кроуфорд у него в раздевалке. Кроуфорд проводит... Они друг другу, они постоянно ходят на поединки. Это еще было, ну, очень давным-давно. Ну, Кроуфорд постоянно у него. Ну, как и Шакур, он совсем там, будучи эпистоном, ходил на поединки. У Кроуфорда, который еще тратился, я не помню, с реки был. То есть, это говорит о чем? Что Кроуфорд поднатаскает Шакура к бою против Васи. А у Васи что? Если Вася раньше, обладающий четырьмя комбинациями, которые мог тасовать как колоду карт в любом порядке, с любой скоростью, с любой позицией, то сейчас уже Вася, блядь, поединок с японцем показал, что Вася уже разрывает дистанцию. И с Хэйни, то есть, уже не было такого напора. То есть, Вася уже не всегда успел ударить, отойти, поменять местоположение. То есть, Вася стареет. Ну, это абсолютно, в общем, как бы физический факт, от которого, ну, просто, блядь, глупо отвергать. Дэвин Хэйни и Реджес Прогрейс. Как вы оцениваете этот бой? Каковы шансы у Реджеса защитить титул, а у Хэйни стать новым чемпионом во второй весовой категории? Оляноч. Мне кажется, у Хэйни больше шансов стать новым чемпионом, чем у Прогреса защитить. Почему? Потому что стиль Дэвида Хэйни, мне кажется, для Прогреса не импонирует. То есть, Прогресу нужно, чтобы шли на него, убили его, чтобы он рубился, чтобы он попал. Когда с ним играют, вот, допустим, тот же Тейлор, когда с ним был Тейлор, просто с ним тоже так на дистанции, через джеб, через вот эту вот дальнюю, среднюю дистанцию, ему не было удобно. То же самое и сейчас. Мне кажется, Дэвид Хэйни дальнюю, среднюю дистанцию включат, и Прогресу просто не будет удобно с ним боксировать. Найдет ли он ключи к Хэйни? Не знаю, если взять антропометрию, то мне кажется, Хэйни где-то веса нормальный, не маленький, он не меньше чем Прогреса. Если взять, допустим, физику, также здоровый Хэйни, у Хэйни есть шансы перебоксировать Прогреса. У Прогреса лишь один шанс, мне кажется, нокаутировать Хэйни, потому что Хэйни все-таки не так уж хорошо держит, а здесь вес немного больше, если 63, но они будут весить под 70, под 70 килограмм, то есть к бою, там 68, 70, 70 будут весить. А у Хэйни еще не было таких больших соперников, то есть. И Хэйни, у него держалка, мне до сих пор кажется, не все хорошо. То есть он просто хорошо защищается за счет дистанции. Блокирует, ставит шоу-де-роль, там плечко, там ручку, там локоть, вот этот вот. А если попадет, то это вот такая вот история. Если попадет, может упасть. Как бы мне кажется, что у Прогресса шанс на нокаут, а если патчхам, то Хэйни выиграет. Ярослав, а ты что думаешь? Мы самые опасные в этой весовой категории, это Атефи Малопес. Ну, Маттяс, опять же, вопрос пока, как Джокер. А здесь то, что делал Прогресс, Зарилья, это просто был просто трэш. Трэш просто. Это такой трэша, как. Это джеб, который он выбрасывал за два метра. А Зарилья, кому? Зарилья, боже мой. Ну, это просто трэш-трэш-трэш. Вот трэш-трэш. Вот до какой степени такой собранный, такой весь в себе, там, уверенный, там, Прогресс с Тейлором, там, с, там, с Белорусом, вот этим, короче, ну, со всеми, там, с Фленаганом. Своевременный, всегда острый, всегда рядом. И такой тяжелый, мясистый, весь в воде просто. И этот джеб бросает, он медленный. Еще и за три метра Зарилья. Кого он хотел, что ты щупаешь вообще? Воздух щупаешь или что? Ну, подходя. Прогресс короткорукий. Очень короткорукий. У него при росте метр семьдесят три, короткие руки метр семьдесят. И если он не, здесь у него не будет скорость, а она ему здесь крайне нужна, то Хейн не переиграет никак. То есть надеется на тот удар, что он, допустим, донесет. Во-первых, нужно пройти через джеб Хейн, который выстраивает, плетет его и как бы хорош на оттяжке. Это непросто, ну, реально. Линарес Патриарс благодаря скорости. У Линареса реально в тот момент еще оставалось скоростные качества. Он оставался скоростным боксером. Сузан Ломаченко Патриарс показал, Линарес показал, что такое скорость, как она может быть опасна. То есть это было и с Ломом, и было с Хейн. В данном случае Прогрейс, я думаю, не обладает скоростью, а зажать так, скажем так, он же не мексиканец, ну, то есть у него нету такого обрезания углов. Он все-таки больше боксирует на рефлексах. Ну, Прогрейс. То есть он на нырках, на этой всей, скажем, такой рефлекторно-вулкановой такой дорожки боксирует. Поэтому, как по мне, у Хейни здесь на порядок больше шансов. И если Прогрейс, помимо того, что не будет готов еще физически, и еще что-то вскроется, то это будет вообще как бы не бессмачище. Потому что с Лили, он просто ходил пешком. А здесь придется бежать, запирать. Я не вижу, как он запрет просто Хейни. Запрет Хейни в углу, и Хейни там, опять же, Хейни встанет в центре и начнет его джебить, джебить, джебить максимально. А Хейни вообще правую руку не будет включать. Вот поверьте мне, если будет с Прогрейсом, он вообще не будет правую руку. Он просто будет на джебе его долбить, пока Прогрейс только там не повернется ему, как говорится, этим, спину, и только тогда он правую включит. А так Хейни не в жизни подключит. Или может блоком прикроется просто, и Хейни пробьет почтальона. А так не, он будет на джебе вертеть, крутить, я же говорю, только так, и ногами уходим. Поэтому, плюс еще молодость, как бы, все-таки, может быть, Прогрей, помимо того, что он не готов был физически, не готов был, скажем так, ну, как правильно, не было мотивации, может быть, Прогрей уже и стареет. Еще один момент, которого мы можем не учитывать. Поэтому, все-таки, он в этой категории тоже возрастной. Прогрей, на секундочку, если не ошибаюсь, он будет с девятого года, ему уже 34 года. И в этой категории гонять он уже ветеран. Поэтому, я думаю, что Хейни переборит. на одном бою просто так, это самое, потому что бой за Иль это последний бой, да, просто, 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 просто. Бывает так, что так, но выиграл все-таки, выиграл плохо, хорошо бы выиграл. Как бы, я бы не говорил, что он будет с Хейни так, я думаю, подготовиться нормально к Хейни, он же не придураться. Помнишь, как говорил Шейн Мозли, боксер стареет за бой, когда-то было у него такое выражение. Я эти выражения четко помню, бывало такие случаи, что боксер очень круто выступает, а дальше все стух. Возможно, это уже и следствие. Просто, такого падения, понял, стремительного, прям, я давно не видел, если честно. Понимаешь? Тут тоже чем-то лет. Они как бы одногодки, мне кажется, или там разница в один год, но даже... И вот Матис стал чемпионом. Я помню, Матис Молот. Прогрей 89-го года рождения. Ему 34 года. Матис, мне кажется, тоже 32 или 32. смотрите, хорошо, он, смотри, существует понятие, да, ты боксер высшего уровня, да, высококлассный боксер. ТОП. Чемпион. Да, у тебя... Ты устал, но вот организм тебя подвел. Включи опыт, включи голову. Вот. Мы же видели в поединке против Заривия, ну, это полная беспомощность. Это, это чувак, который, знаешь, вот у него нарушены чувства перспективы, потому что дистанцию он не контролировал. То есть, много суеты, много действий, которые боксеру такого класса, такого опыта просто недопустимо совершать. Ну, вот и все. То есть, Хейни в этом плане, мне кажется, более острый. Он, что называется, более собран. Регис... То есть, Регис подготовится к поединку, ну, блин, морской, ну, это к доктору не ходи. Только вот сможет ли он, скажем так, выйти на кондиции соответствующие, сможет ли он делать то, что, в принципе, у него всегда и получалось классное, это ломать соперника, навязывая именно свой рисунок боя, свой темп рисунок. А Хейни, мне кажется, я с Старославом согласен, Хейни сделает шаг назад и в сторону. Шаг назад и в сторону. А Регису надо, мне кажется, цепляться в соперника, грызть соперника, рвать его удар. А если перед тобой, в общем, пустое пространство, то ты раз попадешь, два, а дальше начнешь уже ехать. Функционалочка начнет подпадать. Ну, в любом случае, если этот поединок состоится, мы все увидим и уже к этому бою мы поговорим более детально. Ребят, спасибо большое, что нашли время, возможность и вышли. Дима, сам не пришел, да? Дима, да, забросил тему, а сам не пришел. Вот. Опять третий. Нет, он может зашел, просто я зашел, вы включились, когда? ну, типа, я заходил в 9, там, 0,5, и мне, возможно, он зашел, но, как бы, ну, там. Слушай, но я, я вот здесь вот сижу, у меня есть колонка, я вижу, кто заходит в комнату ожидания. я заходил, я заходил, допустим, в 9,15, и я, допустим, может, иди, так, это, понял? Слушай, я, 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 иди, вот, в 9,00, в 9,00, как только раздался у меня сигнал, что надо начинать конференцию, я нажал, и сидел здесь, носу уковырялся, вот, кофе допивал, пока в общем не появился Толяныч, где-то в 21,05. Мы с Толянычем успели обсудить пару тем, пока в общем не зашел. Но тем не менее, Дима, если, если Дима будет просто подавать хорошие темы, ту тему, которая у него была довольно-таки актуальна на сегодняшний момент, в общем, мы будем его благодарны. Вот, а если Дима еще и будет подключаться к обсуждению, мы обнимем вас, как я вам говорил, обнял, поднял. Вот. Ребята, спасибо большое, завтра, завтра, скорее всего, у меня получится сделать прямой эфир, если не будет эвакуации, а в пятницу я вот не знаю, посмотрим. Все, с тучной ночи, хорошей ночи, вот, самое главное, мирной. Берегите себя. Пока. Пока, всем.